на каналах загет поступил следующий вопрос по каким духовным причинам человеку полезно спасаться вне брака ну знаете есть такая хорошая поговорка везде хорошо где нас нет когда человек живет браке то и может показаться что вне брака как будто бы удобнее свободнее сам себе хозяин ты отвечаешь только за себя как будто бы ты сам планируешь свою жизнь ты ни от кого не завидишь там и так далее когда человек живет вне брака то ему тоже плохо то есть он думает что ему не хватает опоры ему не хватает друга или там подруги если речь идет мужчине ему не хватает хозяйки в доме ему не хватает такой душевной радости которую бы он браке бы имел детей там и так далее ему как будто бы одиноко ему чего-то опять же не хватает но все дело в том что хорошо бывает только с богом если человек живет в браке и между мужем и женою христос тогда этот брак счастливый тогда человеку трудно да он разделяет ответственность да он берет на себя много да он служит другим не себе но ему хорошо потому что господь благословляет такой союз между мужем и женой а если человек живет один если есть такое благословение божие такой промысел божий вернее о нем чтобы он жил один вот как монарствующие живут ведь не скажу что они несчастные люди если мы посмотрим на монарствующих они наоборот имеют ведь счастливых людей у них светлые лица они часто бывают радостными они бывают активными они бывают людьми которые никогда не скажут о себе что они как-то потерялись по жизни что несчастно не знаю зачем не живут они знают до чего не доживут они надеются на спасение и все жизнь монарствующих или людей которые живут духовно и одиноко она может быть тоже насыщена опять же насыщена кем богом все дело в том если господь в жизни человека если уже чека есть и человек нашел свое место и знает что он же верит и что бог угодить тогда участвует и в таком безбрачным на своем статусе апостол павел и говорит настоящий нужде за лучшее признаю что хорошо чеку оставаться так так как есть соединены ли ты с женой не ищи развода остался ли без жены не ищи жены впрочем если и женишься не согрешишь если девица выйдет замуж не согрешит но правда апостол приписывает таковы будут иметь скорби по плоти мне вас жаль ну скорби по плоти до без скорбей не бывает христианской жизни в браке бывают скорби по плоти по вне брака бывают другие скорби может быть какие-то душевные скорби но в любом случае бояться нужно не скорбей а бояться нужно оставаться без бога поэтому везде хорошо где есть христос внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а а а а Продолжение следует...